Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Чебутарев. Я являюсь руководителем инвестиционного сообщества Фонда развития интернет-инициатив. И сегодня мы с вами поговорим про модели продаж и продвижения Software-as-a-Service, то есть программное обеспечение, которое предоставляется как сервис. Что такое Software-as-a-Service? Это когда программное обеспечение, нет необходимости устанавливать на различные компьютеры, нет необходимости держать большого количества системных администраторов. И вы можете получить доступ к различным сервисам, услугам, очень сложным системам, используя обычный браузер. И вы можете это делать как на дискнопных устройствах вроде компьютера, так и на мобильных устройствах вроде смартфона или даже иногда мобильного телефона с достаточно простым браузером. Так, этот блок закончили. И первое и самое важное, о чем нужно говорить в продажах и продвижении Software-as-a-Service, это воронка продаж. Потому что с одной стороны сервис продается как услуга, то есть, соответственно, нет необходимости держать очень большой штат продажников или выстраивать систему дистрибуции различных электронных носителей, и все происходит в интернете. Соответственно, когда все происходит в интернете, можно померять любые метрики, можно посмотреть на портрет пользователя, можно использовать различные каналы с различной емкостью или с различной стоимостью привлечения пользователя. И для систематизации всех этих данных в продажах используется такая методология, как воронка продаж. Что такое воронка продаж? Это когда мы меряем всех наших пользователей от момента, когда они пришли к нам на сайт, или мы повстречались с ними на конференции, или они позвонили нам по телефону, до момента, когда пользователь стал действительно платящим пользователем, когда он заплатил деньги, когда он стал пользоваться реальной версией продукта, и потом после вот этой вот пробной версии продукта он решил, что да, это хороший сервис, и, наверное, стоит этот сервис купить. И для каждого сервиса существуют разные модели воронок продаж, но всегда это начинается сверху, когда пользователь вообще, в принципе, узнает о сервисе. Если это происходит в интернете, то можно померить, откуда он пришел, сколько стоило его привлечение, сколько времени, например, он провел на сайте. И на основании этих метрах пользователь начинает двигаться вниз по воронке продаж. Соответственно, с пользователем происходит всегда несколько касаний. Сначала он приходит на интернет-сайт, затем он интересуется продуктом и, например, оставляет свои контактные данные, или же звонит по телефону. После этого он решает, что да, это сервис, который подходит для моего бизнеса, и почему бы им не воспользоваться. После этого он начинает пользоваться, например, пробной версии этого продукта. Это обычно происходит от 14 до 30 дней. И дальше он покупает продукт или сервис. Еще раз важно отметить, что не бывает какой-то универсальной воронки продаж – это на самом деле в большей степени выражение определенной логики. И для каждого сервиса маркетологи, директора по продажам выстраивают свою воронку, считают метрики, потому что чем более точно выстроена воронка продаж, тем более точно ты можешь посмотреть, на каких этапах возможны проблемы. Например, очень сложная форма регистрации, многим пользователям не нравится их заполнять, они этого не делают и отваливаются. Соответственно, упрощая форму регистрации, мы получаем увеличение количества пользователей на различных этапах воронки и в конце получаем больше клиентов, что в свою очередь значит больше денег. Какие же бывают модели продаж технологических продуктов, которые предоставляются через облако? В первую очередь это корпоративные продажи. Это сложные продажи, в данном случае это практически не отличается от продаж классического программобеспечения. Там действуют продажники, они ездят к клиенту, обсуждают возможные варианты внедрения и обычно такая продажа занимает от 6 до 12 месяцев. Иногда бывает дольше, иногда такая продажа может длиться несколько лет. Для каких продуктов это характерно? Это характерно для сложных продуктов, которые глубоко интегрируются в бизнес-процессы предприятия. Например, различные CRM-системы, которые предоставляются через облако, но при этом покупает их достаточно большой бизнес, конечно же, это долгая продажа, потому что нужно понять бизнес-процессы, нужно понять, какая именно CRM-система нужна, какие нужны модули, как ее глубже заинтегрировать в бизнес. И, безусловно, на это уходит время. Второе – это транзакционная модель. Что такое транзакционная модель? Это когда продажи несколько проще, чем продажи корпоративные, то есть они не длятся по году, но все равно это сложный продукт, когда необходимо участие технических специалистов во внедрении, когда необходимо проводить обучение персонала, каким образом пользоваться этими продуктами. Опять же, это в большей степени характерно для сложных корпоративных продуктов, таких как CRM-системы, но уже для более мелких бизнесов, таких как ERP-системы различные, такие как системы управления предприятиями, где происходит выстраивание бизнес-процессов, где возможно производится управление задачами, управление эффективностью. Ну и таких сервисов достаточно много, их десятки, сотни, а может быть тысячи, которые используются в Российской Федерации. И что очень важно, большинство этих сервисов являются российскими сервисами, то есть созданными у нас в стране. И третья модель – это когда клиенты приходят на сайт вот этого вот облачного программного обеспечения. И оно достаточно простое, автоматизированная оплата, и они сами могут заказать этот сервис, сами могут взять пробный период. Им не нужна консультация специалиста, потому что сервис достаточно простой, различных видеоуроков или инструкций достаточно для его понимания. И дальше уже в течение какого-то времени принять решение, готовы они пользоваться этим сервисом, нужен ли он их бизнесу или же не нужен. Еще очень важно отметить, что на данном этапе уже возникают сервисы, которые покупают не обязательно бизнес, но может покупать уже и частные пользователи. Многие покупают различные облачные почты. Например, некоторые услуги хостингов являются классическим примером таких вот услуг. Соответственно, здесь мы уже имеем дело не только с крупными, средними или небольшими бизнесами, но и частными пользователями, которые решают, что «А почему мне не пользоваться офисом не на компьютере, платя за это десятки тысяч рублей, а купить ежемесячную подписку и пользоваться только в те месяцы, когда мне это действительно необходимо». Также сейчас следует отметить, что появилось достаточно много систем, которые позволяют упростить, например, налогообложения. И доступ к ним тоже осуществляется через облако, через веб-браузер, и не нужно устанавливать никакой софт. И всегда у пользователя является самая последняя, самая актуальная и самая лучшая версия продукта. Помимо того, что, безусловно, у нас есть разные продукты для разных сегментов рынка, для разных бизнесов, для разных пользователей, для разных континентов и для разных стран, у нас, безусловно, есть еще совершенно разные техники, каким образом этот продукт приходит к пользователю, то есть каким образом мы продаем его. Ведь для того, чтобы продать технологический продукт, обычно необходимо не менее от трех до семи касаний пользователя в различных каналах. То есть пользователь должен читать статьи, пользователь должен понимать, зачем продукт ему этот нужен, он должен про него знать, другие пользователи должны про это рассказывать. И есть несколько методик, каким образом эти продажи достаточно эффективно выстраиваются. Первое, не самое характерное для технологического бизнеса, для различных облачных сервисов, это MLM-продажи. Что это? Это мульти-левел маркетинг, когда пользователи фактически приводят других пользователей и сам может выстраивать сеть дистрибуции. Почему это не очень характерно для онлайн-продаж? Потому что в онлайн-продажах они достаточно автоматизированы, очень просто ими управлять командой профессиональных маркетологов и продажников, и, соответственно, нет необходимости привлекать огромное количество пользователей для того, чтобы они продавали твой сервис. В силу того, что если ты можешь это автоматизировать, зачем тебе нужен людской труд? Потому что людской труд и людские продажи, они всегда дороже, чем использование различных технологических автоматизированных продаж. И сейчас, на самом деле, следует отметить, что если говорить о программном обеспечении как сервисе, в России происходит настоящий бум различных систем автоматизации маркетинга, автоматизации продаж. И это как раз движется в ту сторону, что пользователи и личные продажи становятся все менее и менее необходимыми, потому что при помощи различных сервисов мы можем понять, какой пользователь нам нужен, где его взять и как максимально эффективно удовлетворить его потребности. Вторая модель продаж, которая используется, это называется краудселлинг. Это большие, я бы сказал, общественные распродажи. Когда перед тем, как поставить свой продукт на рынок, ты про него рассказываешь на различных ресурсах, возможно, на своем сайте, и этот продукт могут предзаказать достаточно большое количество пользователей. То есть, они получают скидку от финальной стоимости продукта, при этом они покупают еще не готовый продукт, но при этом они скорее приобретают первыми доступ к данному технологическому решению, когда оно появится на рынке. И следующее, наверное, самое важное в продаже облачного программного обеспечения, это использование уже текущих клиентов, так называемая модель реферинга. Что это значит? Это значит, что текущие пользователи, которые уже активно пользуются данным сервисом, рассказывают своим друзьям, коллегам, соседним бизнесам про существование этого сервиса, взамен этого они получают, например, бесплатное время пользования сервисом, может быть, какие-то расширенные функции, может быть, они получают какие-то бейджи внутри, если это является какой-то социальный сервис, такое тоже достаточно возможно. Почему этот канал очень важен? Просто потому, что этот канал практически ничего не стоит, кроме рабочего времени маркетолога и разработчиков, которые внедряют различные вот эти вот так называемые игровые механики продаж продукта внутрь сервиса. Это очень важно, потому что нет более дешевого канала, нет более эффективного канала, потому что когда твои пользователи являются твоими основными агентами, это очень здорово. С одной стороны, пользователи долго остаются пользователями, они долго достаточно платят за сервис, они его любят, а это, безусловно, важно. А если пользователям нравится сервис, они его любят, они очень активно рассказывают про него всем остальным, кто есть на этом рынке, автоматически увеличивая выручку компаний и успешность бизнеса. Следующий блок, о котором мы сегодня поговорим, это продвижение облачного сервиса. Для того, чтобы облачный сервис продвигать, недостаточно просто сайта, недостаточно хорошо настроенных маркетинговых компаний, недостаточно профессиональных сотрудников. Всегда необходимы различные другие приемы. Первый прием, который активно используется на технологическом рынке, это так называемый кабрендинг. Что это такое? Это когда ты находишь другие решения, которые комплементарны твоему решению. Например, если ты продаешь облачную CRM, систему учета клиентов, то почему бы к ней не подключить какой-то партнерский телекоммуникационный сервис? Для того, чтобы с одной стороны повысить выручку с клиента, а с другой стороны получить доступ к базе клиентов вот этого вот партнерского сервиса. Партнерства бывают очень разные. Обычно все провайдеры облачных сервисов имеют десятки партнерств. Это все делается для того, чтобы увеличить потенциально клиентскую базу и потенциально тот пол людей, которые о сервисе могут узнать и достаточно просто его купить через партнерскую сеть. Второй элемент, который используется в продвижении облачных сервисов, это франшиза. Или же, как называется на технологическом рынке, white label. Что это значит? Это значит, что другая компания может взять тот сервис, который сделала, например, ваша компания или какая-то другая компания, поменять бренд, не заниматься разработкой, а заниматься только маркетингом и по другим именем продавать этот сервис в различные каналы. Это характерно, когда компания, которая занимается различными облачными сервисами, масштабируется на регионы или на другие страны. На другие страны это происходит максимально часто, потому что команда маркетологов, продавцов и управленцев, которые находятся, например, в другой стране, она не готова заниматься разработкой, потому что это сложно, необходимо достаточно много ресурсов, но они готовы заниматься продажами техподдержки. Соответственно, они создают бренд, который максимально комплементарен тому рынку, на котором они находятся, и продвигают этот сервис. При этом разработка, техническая поддержка остается в материнской компании. Такая модель очень популярна, она используется очень часто для самых разных сервисов. Вот все, что вы можете себе представить, весь спектр облачных решений, он может продаваться по модели White Label и максимально часто это происходит. Следующая модель продвижения, которая используется, это freemium модель. То есть, когда с одной стороны есть бесплатная версия продукта, а с другой стороны есть платная версия продукта, и в бесплатной версии продукта нет каких-то частей модуля системы важных, которые есть в платной версии продукта. Соответственно, для чего это делается? Что пользователь приходит, начинает пользоваться сервисом, привыкает к нему, потом возрастают его запросы. Например, увеличивается количество записей в CRM, увеличивается количество звонков, увеличивается количество, например, обрабатываемых фотографий, если мы говорим об облачных сервисах по обработке фотографий. И в момент, когда он достигает этого ограничения, ему приходится платить, потому что сервис ему нравится за несколько месяцев, а иногда бывает несколько лет, он очень сильно к нему привык и, соответственно, он становится платным подписчиком. Следует отметить, что в последние несколько лет в мире наблюдается такая тенденция, что сервис отказывается от freemium модели, потому что это создает нагрузку на технологические ресурсы, это создает нагрузку на техническую поддержку, но при этом это не дает такого количества пользователей, которая действительно окупала бы бесплатную версию продукта и от этого уходит. Но до сих пор есть достаточно большое количество сервисов, которые пользуются freemium модель. И последнее, это бонусная модель. Это чем-то похоже на реферальную модель, это когда пользователи получают различные бонусы за привлечение других пользователей. Есть десятки, а если говорить про мир, наверное, сотни сервисов, для которых это является одним из основных каналов продвижения, ну просто потому, как мы уже с вами говорили, потому что этот канал является очень эффективным и очень дешевым. И основное, чем занимается команда, это в меньшей степени онлайн-маркетингом, а в большей степени тем, чтобы пользователи любили продукт, чтобы они про него рассказывали, и сделать это было бы максимально просто. И последний блок, о котором мы с вами сегодня поговорим, это то, какие приемы могут использоваться для того, чтобы привлекать пользователей в сервис, неважно платный он или бесплатный. Первое, что делается, это так называемые тизеры. Это различные лендинги для самых разных аудиторий, на которых описываются различные важные именно для этой аудитории части продукта. То, что происходит, например, с бизнесом, если этот продукт начинает использоваться. Ну то есть, насколько бизнес становится эффективнее, как это позволяет бизнесу заработать деньги. Очень важно не забывать про то, что любой сервис, который покупает бизнес так или иначе, он направлен на то, или упростить бизнес-процессы, чтобы уменьшить количество людей, работающих в компании, то есть, фактически снизить издержки, или сделать так, чтобы компания зарабатывала больше денег. Соответственно, когда вы будете создавать или покупать облачные сервисы, обязательно помните о том, что могут быть только две вот этих цели. Соответственно, создаются различные лендинги, производится тестирование с разных каналов, где лучше конверсия, для какой аудитории максимально подходит этот продукт или кого это заинтересовало. Ну и соответственно, на основании этих тизеров создаются другие тизеры и увеличивается пользовательская база разных сервисов. Следующий очень популярный в текущий момент формат – это трейлеры, то есть это видео с описанием ключевых функций продукта. В последнее время это стало популярным, потому что улучшается качество интернета, пользователям нравится смотреть видео, потому что их ширина канала позволяет это делать. И, наверное, не осталось ни одного сервиса, который бы на своей заглавной странице в первую очередь не показывал бы видео, каким образом стоит им пользоваться, кто им может пользоваться, и не передавал бы ту философию бренда, которую несет данный сервис. Следующий прием – это различные временные акции. Временные акции бывают совершенно разные, иногда они бывают приурочены к различным сезонным мероприятиям вроде Рождества, Нового года, наступления весны, наступления лета. Ну то есть каждый маркетолог придумывает различные мероприятия, в рамках которых можно провести распродажу. Распродажа часто ведется для того, чтобы, с одной стороны, увеличить пользовательскую базу и сделать это дешево, потому что, например, есть такие форматы, как черный вторник, который стал популярен в последнее время и в России, когда все создают распродажи. Это позволяет увеличить пользовательскую базу, которая, может быть, заплатит меньше денег, но в данном случае дешевле привлечения этой пользовательской базы. И все маркетологи ждут, что пользователи будут пользоваться данным сервисом не только один, два или три месяца, а второй год, третий год и четвертый год. То есть это позволяет получить дополнительную пользовательскую базу. И при проведении сезонных или просто распродаж нужно очень внимательно относиться к тому, какие каналы вы используете и, соответственно, сколько денег вы с них зарабатываете. Потому что иногда можно продавать очень много аккаунтов, это вызовет ненужную нагрузку на сервис, и для компании это будут лишние расходы, которые не окупятся никогда. И последнее, и, наверное, самое популярное, самое эффективное, что используется в программном обеспечении, которая предоставляется как сервис, это временные аккаунты. Что это такое? Это полнофункциональный аккаунт, но на срок от 7 до 30 дней. Для чего это делается? Пользователь может взять сервис, посмотреть, нужен ли он его бизнесу, воспользоваться им. Вы, с другой стороны, как компания, можете отследить различные метрики по пользователю, то есть насколько часто он заходит, понятным или непонятным. И в зависимости от этого давать различную информацию. То есть если вы видите, что пользователь часто заходит, много двигает мышкой, но при этом не создает ничего внутри сервиса, может быть, ему не хватает информации и тренировки. Если это, например, большая компания, которая пытается посмотреть на ваш продукт, то можно сделать так, что продажник позвонит, объяснит, что и как работает в сервисе, и это позволит потом пользователю сконвертировать в платные пользователи. Метрики бывают разных. Для каких-то сервисов и 50% регистрации очень много, а для каких-то это невыносимо мало. Но это используется в практически любом программном обеспечении. Сегодня мы с вами обсудили, каким образом продается программа обеспечения как сервис, как строится варанка продаж, какие бывают различные приемы. Безусловно, в течение 10 минут невозможно посмотреть и узнать абсолютно все, чему люди учатся годами. Если вам интересна эта тематика, то к данному курсу мы приложили дополнительные материалы, которые вы можете посмотреть и понять, как стать профессионалом по созданию и продвижению программ обеспечения как сервис, который, безусловно, станет основным программ обеспечением, которое существует в мире. Продолжение следует...